здравствуйте в эфире алиса юркова и программа реальная любовь эта программа об интересных людях и их реальной насыщенной жизни и сегодня у нас в студии детский врач-стоматолог татьяна пивоварова татьяна здравствуйте здравствуйте хочу начать с вопроса как же вы попали в эту сферу стоматологии почему именно детским врачом захотели стать и почему именно стоматология расскажите о вашем пути конечно это мечта с детства потому что все мы в детстве имеем какой-то опыт общения с врачами со стоматологом или в принципе с врачами с любыми и конечно сидеть и бояться учитывая то что было раньше какая у нас была раньше стоматолог стоматологии то естественно конечно даже родители до сих пор на приеме вспоминают что это был ужас какой-то кромешный и хочу сказать что мне нравилось ходить детским врачам стоматологами были единственным ребенком своем окружении кому нравилось ходить к стоматологу смотря на то что конечно когда мне будут совсем четыре года мне родители приводили к детскому стоматологу и от меня отказались потому что не получилось никакого лечения но чуть постарше наверное уже лет шесть-семь я целенаправленно ходила в один и тот же кабинет где были красивые установки и врачи вас уже профессиональный интерес возникал особенно с детства я помню до сих пор врача не были огромные голубые красивые глаза очень добрые я каждый раз когда меня записывали просто просила их загадывала только бы чтобы попасть к ней ну и с тех пор как бы да я тоже и захотела стать детским стоматологом чтобы лечить детей конечно у меня были свои мысли мне нравилось что было очень много установок в кабинете и получается сразу несколько детей заходили все лечились мне хотелось чтобы когда я вырасту я стану врачом меня будет отдельный кабинет и все вы для ребенка и мы будем с ним вдвоем и мой ассистент все будет прекрасно и как вы дальше начали двигаться к своей мечте стопили до сначала я учился очень музыкальной школе потом я поступила медицинский класс уже уже университет поступила закончил самарские государства медицинский университет томатологический факультет и уже после получения диплома у нас началась интернатура я поступила на интернатуру по общей стоматологии но непосредственно весь год я проходила практику в детстве то есть вы сразу решили что будете специализироваться именно на малышах на все совпало что и звезды так решили причем я проходила практику того же доктора который не лечил в детстве это просто мистико все зашлось и я туда попала а какой у вас сейчас опыт работы именно в качестве детского врача сейчас я уже 14 лет как работаю детским стоматологом 14 лет уже опыт уже огромный динозавр вас не боятся детки нет я считаю что все таки нет вам удалось до реализовать вот эту мечту тут то чтобы детки не боялись да и хорошо воспринимали просто я как мама да я понимаю вот насколько детям это важно и зачастую проблемы взрослых они корнями идут в детство да когда взрослый уже человек мучается от проблем с зубами да и не идет только потому что в детстве его напугали ну да как правило такие родители приходят они всегда с опаской заходят в кабинет шепчут все трясутся переживают очень сильно не доверяют сначала бывает что приходит тяжелая артерия с бабушкой с дедушкой с детьей с няней и вот они все вместе заходят уговаривают это не бойся от этого у него еще больше самое интересное начинается как бы родители совершают ряд ошибок что не говорят не бойся мы тебя поддержим все будет хорошо то есть уже изначально как будто бы ведут если бы они приходили в детстве когда-то давным давно и был негативный плачевный опыт и все это как бы перетягивает на ребенка естественно ребенок очень сильно уже напрягается а нет ли такого у вас ощущения что кариес да вот детский он все раньше и раньше возникает то есть у меня еще не что вот в нашем детстве у нас такого не было чтобы ну совсем маленькие дети в два в три годика да уже что-то с зубами происходит я думаю что скорее всего было какие вообще причины как как предотвратить возникновение кариеса именно молочных зубов да я поняла этот вопрос очень сложный на самом деле и причин на самом деле очень много то есть начиная с самого момента когда мы только захотели чтобы у нас появились дети кто-то соблюдает определенные правильное питание правильный образ жизни кто-то нет кто-то во время беременности бывает же так что она беременность проходит не всегда благоприятно бывают различные заболевания на момент конечно все это влияет на то как потом будут у ребенка расти зубы и какие-нибудь появляться то есть здоровые либо уже будут какие-то повреждения то есть как бы все взаимосвязаны то есть все от беременности тоже зависит когда закладка идет зубов да то есть если что у меня два сына у них совершенно разные зубы у одного кариес начался довольно рано еще совсем ну когда молочные зубы были а у второго ребенка мы не лечили молочные зубы они просто не были поражены так получилось то есть они в здоровом виде выпали уже естественным путем то есть это вы связываете с тем что во время беременности да в процессе закладки ну как правило да очень много мам рассказывают что да вот была тяжелая беременность либо они переболели в какой-то период либо потом были проблемы с грудным скармливанием и либо опять же таки еще одна причина что мы кормим до двух с половиной трех лет ну это нежелательно все таки все рекомендует и педиатры и врачи чтобы девяти месяцев и потом потихонечку нужно заканчивать потому что как бы это очень полезно грудную скармливание это очень хорошо это развивается все необходимые рефлексы у ребенка закладываются чтобы потом как бы не было проблем и потом мы не перешли к вредным привычкам сосание пальца допустим либо сосание пустышки до трех до пяти лет бывает даже так что способствует тоже как бы развитию неправильного прикуса у ребенка нарушению дыхания носового и так далее очень много причин то есть лучше не затягивать лучше не затягивать конечно потому что это еда она остается на зубах и потом благополучно ложимся спать еще всю ночь едим 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 и потом вот у нас появляются небольшие пятна которые никто не лечит либо их незаметно как правило родителям то есть желательно конечно привести когда у нас появился первый зуб шесть месяцев показаться к стоматологу чтобы просто услышать как правильно ухаживать за зубами какой лучше ввести режим питания с рекомендацией родителям да это скорее профилактика профилактика кариеса основные причины кариеса вот почему он возникает опять же таки ночные кормления очень большое обилие потребление углеводов пищу то есть это сладости постоянные сосательные конфеты чупы чупсы всевозможные сахаросодержащие да в большом количестве и плюс соки компоты сладкие чаи на ночь ну как правило все это складывается к тому что вот на протяжении многих лет все расскажут что ночью едят ночью пьют и вот есть засыпаем со сладким а бывает некоторые еще с карамелькой случаев очень много и рассказов тоже наверно да на вашем опыте были интересные случаи да когда мамы ну и не соблюдение правил гигиены то есть ухода за зубами то есть не чистим зубы ребенок отказывается ну и ладно мы не будем больше на этом конечно нужно настаивать то есть чистить надо начиная с первого зуба то есть первый зуб уже чистим да в игровой форме показывать как вы сами чистите предлагать ребенку присоединиться дать еще может быть ключ купить несколько видов зубных щеток разновидных разных с игрушками с животными даже на батарейках можно можно электрические бывает что детям нравится все-таки это вибрации да да с трех лет как бы они уже осознанно идут что да у мамы такая же я хочу такую я буду ею чистить ну вот смотрите но по сути молочный зуб да он же все равно выпадет какой смысл его лечить ну опять же таки зубы мы мы родились у нас природа заложено что у нас должны появиться молочные зубы они даже должны достоять до своей смены выпасть вовремя в свой срок но никак не раньше то есть если мы зуб не лечим то зуб просто выпадет не допустим если это оживательная группа зубов которые должны выпадать 10-12 лет если там есть кариес и мы его не лечим ничего с ними делаем то соответственно придется его удалить 6 лет и чем это чревато и четыре года мы получается остаемся без зуба место пустым не бывает соответственно зубы будут смещаться это приведет к тому что у нас нарушится функция жевания из-за этого будет страдать пищеварительный тракт заболевание гастрита желудка потом появится если мы раньше времени теряем переднюю группу зубов центральные наши зубы то опять же таки у нас страдает речь тогда то есть ребенок начинает шепелявить потому что активно речь там уже логопедический пробел 6 годам когда ребенок уже должен хорошо разговаривать а если у нас нет зубов мы прокладываем язык между зубов и соответственно как бы да это поняла поняла и плюс как бы социализация ребенка то есть конечно дети смотрят друг на друга и показывают друг другу пальцем у него нет зуба конечно будет ребенок будет смущаться стесняться и переживать это тоже стресс то есть это еще и комфорт если например зуб мы понимаем да ребенку там 6 лет у него клык там условно потемнел да нужно ли его лечить или уже в общем то ну понятно что зуба скоро не будет то есть на какой период то есть я сейчас поняла что если понятно что большие до зубы жевательные к двенадцати годам только выпадают и сушеные клыки тоже да то есть а вот те зубки которые передние да если вот уже понятно что ну все равно нужно лечить нужно всегда можно будет сделать и агнестический снимок посмотреть длину корня то есть если он еще не рассасывается потому что бывает у кого-то раньше зубы прорезываются то есть нужно обращать на длину сроки выпадения зубов прорезывания постоянных они сдвигаются соответственно бывает что одного ребенка в четыре уже можно не лечить а у другого еще они будут стоять еще очень долго нужно сделать снимок конечно но опять же таки профилактические цели чтобы проверить нет ли кариеса между зубов там где не видно простому глазу даже даже нам стоматологам не всегда это видно то что зубы стоят очень тесно и между ними полости не видно если мы сделаем снимок то мы можем увидеть даже там на контакте между двух поверхностей зубов есть кариозные полосы которые не видно было татьяна скажите а вот как вы лечите совсем маленьких детей да и насколько вам удается их уговорить сидеть смирно открыть рот вот перед эфиром не сейчас рассказали о случаи что уже взрослая девочка рассказала что когда она была маленькая она укусила своего доктора вот не кусают ли вас дети и что делать чтобы такого не происходило может быть было несколько случаев но это таки не специально я думаю скорее всего были насколько удается вот с детьми договориться насколько они сидят и как можно там трехлетнему ребенку объяснить открой рот и мы будем сейчас что-то делать на самом деле индивидуально бывает что в три года ребенок соглашается он идет на контакт он играет мы отвлекаем мультиками отвлекаем игрушками и позволяет почистить себе зубы полечить ну может быть один-два зубы и даст то есть если когда у нас большой объем работы и в зависимости от возраста есть еще вариант вариант лечить в седации да 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 ребенок что это такое это смесь за киси азота и кислорода это инертный сладковатый такой газ то есть ребенок вдыхает и что с ним происходит есть специальная маска которая одевается на нас ребенок делает несколько вдохов и расслабляется но он находится в полном сознании он смотрит мультик он может двигаться он может разговаривать он нас слышит у нас понимает отвечает нам но он расслаблен и спокоен то есть это позволяет нам сделать необходимую процедуру вылечить один-два зубы даже можно за период пока мы дышим нет ли осложнений и противопоказаний к этому методу ну к седации противопоказание единственное это нарушение носового дыхания то есть нам очень важно чтобы у нас у ребенка дышал то есть если малыш болеет либо у него аллергический ренит либо совсем он маленький что не идет на контакт с врачом то есть допустим два с половиной три года но как бы на седацию это в редких случаях когда дети соглашаются что они очень маленькие и не будут лежать даже в маске а если ребенок постарше четыре то вполне то есть противопоказания только нарушение носового дыхания либо еще тяжелые нервологические заболевания и такие как судорожные синдромы эпилепсия туда то есть то что может непредсказуемый результат до выдать в процессе да а как вы выводите ребенка из этого состояния то есть это проходит насколько быстро ли он потом весь день такой немножечко нет во первых на момент лечения мы постепенно снижаемся за кисть азота постепенно убираем остается ребенок получается что дышит кислородом и закись выветривается и под конец когда мы заканчиваем работа просто снимаем уже маску ребенок встает совершенно бодрый все с ним в порядке и бежит дальше выбирает подарки за храбрость а то есть есть еще и бонусная система естественно да не все просто так просто так дети ничего делать не будут конечно да игрушки для девочек для мальчиков разные не выбирать то что кому что понравится то есть вы такая зубная фея ну да а вот есть еще вот лечение да под наркозом то есть насколько это для детей приемлемо то есть если я просто слышал об этом что когда ребенок совсем находится до в таком состоянии это какие должны быть показания к этому здесь на самом деле очень узкие показания и не всех мы отправляем детей лечиться по медикаментозным сне или под общим обезболием как еще правильно его называют то есть это совсем сильно тревожный ребенок когда совсем не идет на контакт то есть совсем маленький до трех лет ну и как бы в европе и в сша и у нас уже сейчас даже есть специальный закон который запрещает работать с ребенком до трех лет без медикаментозного сна то есть это обязательно то есть но нельзя ребенка насильно удерживать в кресле и делать какие-то манипуляции ну если родитель например говорит ничего я подержу своего ребенка ничего с ним не случится как вот случится обязательно что 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 произойдет ну как правило если ребенок боится и если мама настаивает я конечно никогда с удержанием не лечу и обговариваю с родителями все эти условия мы рассказываем пытаемся до последнего адаптировать всегда ребенка а если вот такая ситуация когда родители настаивают ну к чему почему нельзя что 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 во первых будет его все держать мама будет держать это насилие против ребенка самая распространенная вот единственная причина ребенок перевозбуждается у него в итоге возникает панический страх то есть это может закончиться тем что просто у нас появится заикание как правило случаи были их очень много и вплоть до энуреза то есть родителям надо иметь ввиду потом приходится присоединять других специалистов чтобы вылечить последствия такого лечения в удержании то есть родителям надо понимать что это серьезный стресс серьезная нагрузка и на нервную систему да вот так такое насилие ребенок не понимает что с ним будет происходить и соответственно вот выдает до психика такую реакцию да просто даже есть такое понятие что у нас рот это интимная зона и соответственно против воли что-то там делать все равно право на насилие да то есть ребенок получает стресс да хорошо а как вот проходит само лечение да если ребенок например вот в седации находится насколько проще быстрее то есть в чем отличие от традиционного да если ребенок ну вот согласился да и вы там что-то с ним опять же как обезболивание местное проходит ну опять же таки седация нам как раз и позволяет сделать местное обезболивание незаметным для ребенка потому что седация она снижает тактильные ощущения то есть ребенок момента самой анестезии он ее не чувствует он ее почувствует потом анестезия все равно проводится да да седация не заменяет местную анестезию то есть она непосредственно для этого и нужна чтобы сделать все незаметно То есть правильно ли я поняла, что седация именно для снижения уровня тревожности и чувствительности, и дальше уже все манипуляции проходят по стандартам? Да, и позволяет нам делать больше объем работы, нежели если мы без всего работали, без седации. Но опять же таки, тут уже все индивидуально зависит от ребенка. То есть если ребенок первый раз пришел, вообще первый раз, допустим, ребенку 4 года, то, конечно, первое лечение, как правило, всегда требуется не один зуб лечить, а рядом стоящих два, а то и три. Но первое посещение, да, я всегда советую сделать все-таки в седации, посмотреть, как у нас все пройдет, и потом уже смотреть по настроению ребенка, то есть по его контактности со мной, как он работает. То есть и многие дети говорят, что мы, бывает, сравниваем, тебе как понравилось, с маской и со вкусным запахом, либо мы с тобой просто с мультиками, понравилась маска, давай еще раз ее оденем и все-таки сделаем так. Потому что лечение проходит менее чувствительно для них, они фактически его не замечают. То есть для вас важно создать еще положительное впечатление? Да, конечно, чтобы ребенок не боялся, чтобы потом с удовольствием приходил, потому что вылечить одно, нужно же заниматься профилактикой. Если мы ребенка напугаем, то потом он больше уже не придет. Естественно, будем сидеть дома, выращивать кариес и потом лечить эти проблемы. Ну, выход, да, из седации, из сна, он вполне спокойно происходит, либо есть какие-то нюансы? Да, особо нюансов никаких нет, потому что в седации, да, ребенок в сознании, а здесь как бы во сне используется специальное снотворное средство, то есть сохраняется состояние физиологического сна на границе между совсем, когда ребенок отключается, и между бодростью. То есть вот на этой пограничной стадии мы как раз и сохраняется ребенок, и за этот момент мы лечим. То есть лечение во сне нам для чего нужно? Если у нас предстоит большой объем лечения, 5, 8, 10 зубов, и их нужно сделать еще вчера. То есть когда большой и сложный объем работы, и ребенок маленький, либо тревожный? Да, либо очень сильно боится, то да, мы приходим к этому, мы приходим к тому, что мы лечимся во сне. То есть, единственное, там подготовка очень важна перед лечением во сне. Что нужно знать родителям? То есть необходимо сдать ряд анализов, то есть общий анализ крови, время свежего. То есть подготовка как к операции, да, получается? Да. Непосредственно взять все справки от педиатра, что ребенок полностью здоров. Если вакцинация какая-то была, то нужно месяц ждать, потому что сразу после вакцинации проводить медикаментозный сон, то опять же-таки нельзя. И если наблюдается ребенок у узких специалистов, если есть какие-то заболевания общего характера, неврологические, где-то на учете стоит, то, конечно, нужно будет заключение от специалистов, что можно все это делать. Чтобы было отсутствие противопоказаний. И как легко ребенок выходит из этого медикаментозного сна? Ну, как правило, когда мы уже начинаем, наше лечение подходит к концу, ребеночек постепенно уже начинает просыпаться. То есть мы закончили лечиться, и ребенок уже все, он открывает глаза. То есть вы работаете в этот момент в паре с анестезиологом? Да, у нас целая бригада получается, анестезиолог, его помощник, я и непосредственно мой помощник-ассистент, да, 4 человека. То есть лучше не доводить ребенка до такого состояния, да, чтобы не пришлось? Ну, если уже так случилось, то это проблема решаемая, это не страшно. Потом ребенок спокойно просыпается, анестезиолог следит за его состоянием, и ребеночку потихонечку просто переводят в отдельную палату, где его ждут уже мама с папой. И еще какое-то время под наблюдением находится, да, то есть все проверяется, как ребенок себя чувствует, в каком он настроении. Ну и тут уже, конечно, мы с подарками, естественно, с грамотами, со храбростью. И с мороженым, естественно, самый вкусный презент после. То есть есть уже можно будет сразу, можно будет сразу попить, можно будет через полчаса уже поесть, то есть просто не нагружать сразу. То есть дальше ребенок возвращается к обычной, к нормальной жизни, да? Да, они спокойны, даже родители из ребенка могут пойти в парк погулять, в кино сходить, в центр. Ну, без всяких сильных физических нагрузок, но, да, можно. А как вот родителям подготовить ребенка к первому посещению врача-стоматолога? Есть ли какие-то рекомендации и специальные какие-то вещи, которые нужно сказать ребенку? Либо уже привести к вам, вы сами разберетесь. Вот что родителям? Есть несколько вариантов. Если родители очень сильно переживают, и родители всегда сильно переживают, то всегда можно позвонить заранее, когда вы собираетесь, вы записались, выбрали доктору, записались. Можно позвонить, можно накануне позвонить по телефону и попросить, чтобы доктор перезвонил, и мы проконсультируем, как себя вести. Либо можно прийти, оставить ребенка в игровой, и, как правило, мы сначала разговариваем с мамой, рассказываем, что мы будем делать, как себя вести, как маме себя вести, Чтобы не было лишних сил движений А, то есть тут ещё главное маму проинструктировать Ну конечно, самое важное и самое трудное в работе стоматолога Это работа с родителем Потому что у всех свой негативный опыт Общения с стоматологами в детстве уже было И они всё это переносят Бывает, тоже совершают ошибки Что ребёнок плохо себя ведёт Или что-то нашкодил А они ему говорят, сейчас я тебя отведу к стоматологу Пугают стоматологу Ты этого делать нельзя Нет, ни в коем случае Опять же рассказывать ребёнку Что мы сейчас пойдём тебе полечат зубы Или ещё что-то в этом роде Это тоже не нужно Можно посмотреть вместе мультики про зубы Те же самые Фиксики есть Там тоже про зубы рассказывают Доктор Плюшева Даже наши советские Про бегемота, который боялся прививок В принципе тоже можно Какие мультики люди Или крокодил, который всё съел И ему потом птичка зубки чистила То есть мультики Вполне хороший доступный способ Да, поиграть в игру Можно с родителями, с бабушкой Там, как вы смотрите друг к другу Зубки считаете Чего нельзя делать? Нельзя делать, говорить, что Тебе полечат, потерпи, не бойся Тебе сделают укольчик Там будет совсем тоненькая иголочка Ну и так далее То есть попугать ребёнка? Нет, не нужно, просто мы идём в гости Ты поиграешь А, то есть мы идём в гости Не знаю, развлекательный центр Или в детские какие-то интерактивные театры То есть можно вообще Вот тем способом, да Которым вы взаимодействуете с детьми Если его каким-то образом расширить И тиражировать Можно вообще перевернуть Отношение детей, родителей К стоматологии Ведь понятно, что только сейчас мы можем это сделать Потому что есть технологии, позволяющие Раньше ведь в нашем детстве Нам даже сложно было представить Даже на уровне внешнего вида врача Сейчас, конечно, у нас форма разноцветная Пожалуйста, она вообще не напоминает медицинскую одежду То есть одеваем, бывает, что и короны одеваем Бывает, что некоторые крылья одевают Это тоже воля фантазии И под определенного ребенка Мы тоже стараемся найти подход Мы даже сами звоним и спрашиваем А что любит ваш ребенок? Какие любят мультики смотреть? Какой его любимый герой? То есть можно разыграть сценку Любую совершенно Чтобы для ребенка это был действительно праздник Чтобы он хотел еще раз прийти Потому что самое важное, это профилактика А не последствия И лечение длительное И дети, да, они с удовольствием Родители всегда рассказывают Говорят, вот он просит Когда мы к вам снова придем Так долго ждал Целых три месяца Это было так долго Некоторые говорят, что наоборот Мы решили прийти пораньше Мы не выдержали Мы соскучились То есть дети к вам даже хотят прийти пораньше Они уже ждут этой встречи? Да, благодаря тому Благодаря тому, что это веселый цветной кабинет Веселое цветное кресло Ассистент рассказывает какие-то интересные случаи Шутит с ребенком постоянно Обсуждаем мультфильм его любимый То есть он сразу же включается Потом выбираем подарок Ваша детская мечта Она воплотилась для уже других детей Да, ну и опять же таки для детей тоже есть экскурсии специальные Когда они могут все прийти Все попробовать Сами почувствовать себя в роли детского стоматолога В роли ассистента Да, дети очень То есть они могут и поиграть Да, поиграть, пожалуйста Детям это наверняка нравится И может быть кто-то из них будет стоматологом Да, вот такая уже идет немножечко приобщение Многие говорят, да, я теперь тоже буду стоматологом Идут по этим стопам Ну, не знаю Пока еще не сильно выросли мои пациенты Статистики пока нет, да, кто из них стал стоматологом? Да, нужно подождать еще лет пять И мы узнаем Кто пошел, а кто нет Будет очень интересно, я думаю Да, безусловно Скажите, а вот какие рекомендации Вы можете дать родителям, чтобы сохранить зубы После лечения В том состоянии, чтобы Ну вот продлить, да, срок службы, так скажем Да, молочным зубам И как сделать так, чтобы Молочные зубы, молочные зубы вообще в принципе не портились Можно ли? Конечно, можно, это возможно Если соблюдать режим профилактических осмотров Которые мы рекомендуем, как правило Это раз в три месяца, раз в четыре месяца Опять же таки, тут индивидуально подбирается То есть в зависимости от состояния постера Там много мы зубов вылечили Или это было один-два зуба Небольшие, там маленькие кариесы То есть это огромное различие Ну, мы обычно приглашаем На профусмотры проводим профилактическую гигиену Укрепляющими гелями покрываем Для того, чтобы зубы стали более крепкие и здоровые И рекомендации дома просто поддерживать это состояние То есть обязательно утром, вечером чистить зубы Обязательно использовать ирригаторы Обязательно использовать зубную нить И для домашнего ухода Специальные укрепляющие гели С кальцием, софтором В зависимости уже от возраста То есть просто дома поддерживать это состояние Которого мы добились на профусмотре И периодически приходить, да, не пропускать А как много у вас деток Которые, ну, вообще вот как-то Как мой младший сын, да, без кариеса На молочных зубах умудряются прожить Или это всё-таки вот сейчас большая проблема На самом деле это большая проблема За всё это время, пока я работаю Можно по пальцам пересчитать Когда действительно были совершенно здоровые зубы Но связано ли это с генетикой Либо это связано всё-таки с гигиеной Потому что я, вот как мама, честно признаюсь Особой, вот прям такой жёсткой гигиены Конечно, не было Я сама удивилась Что ребёнок как-то, оно само, казалось бы Да, то есть, конечно, маленькие дети халтурят Чистят зубы плохо Приходится дочищать за них А ты почистил зубы? Да А там даже он и не собирался Ну, дочищать всё равно нужно Я бы сказала, что до 10 лет Но проверять нужно То есть обязательно дальняя жевательная группа зубов То есть родители дочищают сами Потому что ребёнку... До 10 лет дочищать? Да, ну, в принципе, до 7 лет у ребёнка плохо развита мелкая моторика И крупная моторика, и щётка И сделать эти выметающие движения Особенно очень далеко Ребёнку в силу своих возможностей очень трудно Поэтому, конечно, родители должны помогать В 7, 8, 9, но тут уже контроль должен быть Но опять же таки, есть специальные индикаторы налёта В виде жидкости, либо таблетки Которые можно с помощью них проверять Хорошо, ребёнок почистил зубы Да, там окрашивается Да, то есть раз в неделю просто достаточно Хотя бы раз в неделю делать контрольную чистку зубов И использовать красители и посмотреть Просто даже не с целью того, чтобы сказать О, это плохо почистил зубы Нет, ни в коем случае Ребёнку даже это интересно Посмотреть, а где у меня фиолетовые зубы Пойду я его дочищу На самом деле детям нравится Где приобретаются эти индикаторы? В стоматологии, либо в обычной аптеке? Есть и в аптеках обычных, но не во всех И в интернете, на стоматологических магазинах Да, специальных То есть родителю лучше иметь такой арсенал? Лучше, да Это будет удобно и родителю, и ребёнку И опять же-таки, когда жалуются, что мы не хотим Ребёнок не хочет чистить зубы Не хочет Вот вам, пожалуйста, ирригатор Это игра с водой, детям очень нравится И индикатор налёта Играет ли роль генетика? Генетика, да, свою роль, конечно, играет Но... На неё лучше сильно не рассчитывать Сильно не рассчитывать Генетика вся закончится на молочных зубах А то, что потом вырастают постоянные зубы То есть это уже именно уход Контроль самого себя и уход с зубами Влияют ли... Я просто слышала о том, что если не лечить молочные зубы То поражаются и постоянные, так ли это? Ну, как правило, да Потому что у нас на поверхности молочных зуб У него есть корни длинные Которые, ну, со временем, когда придёт Время, конечно, будет подрассасываться И когда нужно будет зубу выпасть, он выпадет Но между корней как раз молочного зуба Находится зачаток постоянного зуба Который ещё не сформировался Который только-только начинает расти Начинает крепнуть То есть он сначала совершенно мягкий Потом становится более твёрдый И если у нас есть инфекция в молочном зубе То, соответственно, и мы её не лечим Соответственно, она переходит вглубь И у нас поражается зачаток постоянного зуба Вплоть до его гибели То есть бывает так, что не вылечили молочный зуб Постоянный тоже уже не вырос Это совсем плохой исход Либо бывает, что зуб прорезывается Но уже поражённый либо кариесом Либо ещё не кариозными различными заболеваниями Которые приходится очень долго потом лечить И не сразу они поддаются лечению А что делать, если молочный зуб ещё не выпал А рядом растёт уже новый? Ну, тут уже нужно консультироваться с ортодонтом В первую очередь нужно прийти к ортодонту Чтобы доктор посмотрел, правильно ли у нас прикус Правильно ли у нас соотношение верхних и нижних зубов То есть если всё в порядке, то да Мы можем зубу немножечко помочь А если там проблема с прикусом То ортодонты советуют всё-таки оставить как есть Уже исправлять прикус и добиться того, чтобы зуб выпал сам Да То есть всё это в индивидуальном порядке Это всё индивидуально Когда первый раз нужно посетить стоматолога? Правильно ли я поняла, что тогда, когда вырос первый зуб? Да, как только первый зуб появился Если как бы раньше не понадобится детский стоматолог Бывает, что раньше и в первые дни после рождения Но это, как правило, когда у нас есть проблемы с скормлением С крупным скармливанием и короткая рудичка языка Тогда, да, обращаются в первые дни после рождения А так 6 месяцев, 4-6 месяцев, когда у нас появляются первые зубики Только с целью для того, чтобы получить рекомендации Как правильно ухаживать за зубами Ещё раз напомнить родители Потому что родители у нас начитаны и всё прекрасно знают Но никто ничего не делает Никто ничего не делает А так мы пришли и ещё раз это услышали И как часто потом нужно приходить на профилактические осмотры? Ну, если с 6 месяцев, то потом можно будет раз в полгода, в год прийти И потом уже смотреть по состоянию зубов То есть если всё в порядке, можно ещё через полгодик Чуть постарше уже раз в 4 месяца будем приходить Когда уже ребёнок садится сам в кресло, играет И позволяет сделать гигиеническую чистку зубов Но эта щётка и паста совершенно безболезненны Детям нравится эта процедура А как часто гигиену нужно проводить? 3-4 раза в год 3-4 раза в год Ну, то есть каждые 3 месяца? Ну да, каждые 3-4 месяца Но опять же таки индивидуально У всех свой график Что вы можете пожелать родителям? Просто наш эфир так быстро пролетел И хотелось бы, чтобы вы родителям пожелали что-то такое Чтобы их мотивировать к контролю за гигиеной, контролю за тем, чтобы сохранить зубки малышей как можно дольше Ну, конечно же, я желаю, чтобы у малышей всегда были здоровые зубы Чтобы они встречались только для профилактических осмотров, профилактических процедур Которые совершенно безболезненны Которые проходят очень быстро И у ребёнка всегда будет позитив И пожелать, чтобы всё-таки пользовались зубной щёткой Чтобы она не просто стояла в стакане Пользовались ирригаторами Пользовались зубной нитью обязательно Просто хочется пожелать здоровья, чтобы всё было хорошо Благодарю вас На такой позитивной ноте У нас была Татьяна Пивоварова Детский врач-стоматолог Обращайтесь Я тоже к вам приду со своими малышами Спасибо огромное за позитивный эфир И за такую интересную, полезную информацию Я думаю, что она будет полезна всем родителям Которые нас будут смотреть С вами была программа «Реальная любовь» И Алиса Юркова До новых встреч До свидания